Изменился мир Но без тебя всё покроет в глаз Идёшь во сне, станет ночь светла Руку мне дай, сердце открой Я всегда с тобой Я всегда с тобой Но без тебя всё покроет в глаз Идёшь во сне, станет ночь светла Руку мне дай, сердце открой Я всегда с тобой Я всегда с тобой СТУК В ДВЕРЬ Вся СТУК В ДВЕРЬ Как ты? Я буду с тобой Наталья Артемьева Счастье, Наталья Артемьева Скажите, а разве Семен Борисович не будет принимать экзамен? Волнуйтесь. Я волнуюсь только когда Олимпийские игры по телевизору смотрю. Но Семен Борисович в отпуске, поэтому экзамен буду принимать я, Сергей Владимирович Львов. Thank you. Ну, что ты молчишь? Скажи мне, а дед-то как? Да вроде отпустила. Господи, слава богу. Это Маринка его выходила. Она же будущая врач. А как у Натальи? Ну как, ну все хорошо. Правда, ну был тот момент, конечно, она потеряла работу. Ну, домохозяйками-то рождаются. Она ж не из таких. Мы с ней подумали, и она пошла на курсы бизнеса английского. О, английский? Ну, с ним легче. Не то слово. А муж чего? Натальянка, что ли? Да все нормально. Живут, как у всех. Какие у нас бровки. Какие? Нежные. Да? Да, это признал доброты. Ну, плохо. Подбородок такой волевой. Ты тиран по жизни. А нос такой большой. Так, а это что означает? Догадайся. Ну, это правда. Да. Да. Не бери. У тебя как резиденция Кремля. Ну, не бери, пожалуйста. Так хорошо, без этих звонков. Ну, послушай, послушай. Я врач. Так, все, не капризничай. Все. Она? Президент. Да, я слушаю. Прости, я на работе. Заяц, прости, я очень занят. А, хорошо. Хорошо, я скоро буду. Давай. Заяц, президент. Так поэтично. Ну, зато ты моя белочка. Я не белочка. Я подпольщица нелегалка, и мне обидно. Ну, что тебе обидно? Ты понимаешь, я примерно семейник. Все отделение в курсе. А сегодня приехали родственники. Это святое. Зато завтра я весь твой. Нет. Я не доживу до завтра. Пожалуйста, останься. Останься. Лера? Лера, что случилось? Не сдала. Лера. Как это не сдала? Ты же по-английски даже во сне разговариваешь. Значит, плохо разговариваю. Нет, подожди. Ты внимательно смотрела? Так. Хорошо. Это мы еще посмотрим. А ты не реви. Вот и не реви. Вы можете объяснить мне, что это такое? Это результат экзамена, насколько я понимаю. И почему здесь нет Купатовой? Она три года в Лондоне жила. Язык лучше всех знает на курсах. Она что, по-вашему, недостаточно хорошо ответила? Да нет, хорошо ответила. А в чем, собственно, дело? Я не понимаю. И тогда почему ее нет в этом списке? Подождите, не понимаю. Так. Ну вот, Купатова, отлично, пожалуйста. А, это, наверное, в секретариате ошиблись. Подождите, я сейчас все исправлю. Сейчас. Вот, пожалуйста, вы довольны? Да, теперь вполне. Вы всегда такая инициатива? Да нет, что вы, только с 15 до 16 до 30 до понедельника. Вашему работодателю будет с вами очень непросто. А вы знаете, просто только человека обидеть, а все остальное непросто. До свидания. Лиза? Лиза? Иван, Марина? Ваня? Ванечка, а где девчонки? Гулять ушли. Ну, с приездом, что ли? А ты не изменилась совсем. Ты тоже. Так, сейчас мы быстро приготовим телятину, только мне надо еще лук порезать. А лук у нас режут мужчины. Или ты забыла? Нет, не забыла. Это ведь... Антон Петрович эту традицию придумал. Ольга еще смеялась. Когда он горючими слезами заливался от лука, но продолжал резать. Ты знаешь, я все в себе покоя не нахожу. Почему она ушла тогда? Это я виноват. Не поняла ты о чем? Всем привет! У нас что-то горит, или я, как всегда, ошибаюсь в бытовых вопросах? Ой. Ваня! Ну, наконец-то. Рад тебя видеть у нас. Заяц, привет. Привет. Только можешь у меня зайцем не называть? Или у меня что? С ушами что-то не то? Ну, что это? У тебя замечательные уши. Это я тебе как хирург и как художник говорю. А мне что-то волшебненькое. Что вы там готовите на ужин? Телятина. Телятина. Замечательное. Винок телятини. В трех магазинах искал. Это еще одно доказательство того, что браки совершаются на небесах. Правда же, зайчик мой? Ну, а как там Лубянск? Все по-старому? Лубянск? Лубянск стоит. И все по-старому. Хотя, причал окультурили. Какую-то кафешку поставили. Теперь там на каждой лавочке по парочке. Главное место свиданий. Да. Наш причал? Ваня, зря ты отказываешься от вина? Зря. Нет. Я за рулем. Это я гранд резерв. Ну, может быть, не самая дорогая, но вещь замечательная. Да и потом, когда к вам такое привезут, даже на новый причал. И когда мы вообще вместе еще соберемся? Ваня, семья – это самое главное, это основа всего. Ты меня прости, конечно. Тебе всего 40 лет. Здоровый мужик. Я тебя, конечно, все понимаю. Все, я помню. Сыня Уоля, но как говорится, надо-то. Наташ, да ничего. В порядке все? Вот ты без руки. Подожди, я сейчас все вытру. Держи что-то. Давай. Соль, соль. Соль весь жир возьмет. Да. Алло, слушай. Что? Вань, что случилось? Ты можешь сказать? Что, с дедом плохо? Нет, с дедом порядок. Это у меня проблемы. Ну, какие проблемы, Вань? Ну, что там, быки без тебя не несутся или куры не берутся. Леня. Это по работе. Подожди, ну, а Марина, ты же с ней не попрощался. Она сейчас придет, дождись. Подожди, а с собакой что делать? Наташ, я прошу тебя, можно она у тебя у дня? На, два останется. Я потом заеду заберу. Да, конечно, можно. Наталья, я не знаю, может, мы чем не угодили вам? Реберт, правда, простите. С вами здорово. За Марину спасибо. Не надо ехать. Да. Спасибо. До свидания. Лень. Человек за три года первый раз в дом вошел. Да? И что? Вот зачем ты так? Семья, Ольга. Мы чем не угодили? Ну, можно по-человечески. Зайца, согласись, я тут ни при чем. Я сам у гостеприимства, это дело все в нем. Смотри. Господи, да не называй ты меня Зайца, ну, пожалуйста. Я не могу. Ну, что ты, Наташа? Вот мне кажется, что для трехлетней разлуки часовое свидание – это в самый раз. Лень, я тебя умоляю, может быть, хоть немного поделегатнее? Ой, и ты мне об этом говоришь. Я, между прочим, после ночного дежурства, дорогим родственникам поспать нет ни в коем случае. Ты что? Маринке кабинет отдал. Себе стал маленький кусочек в супружеской спальне. А я не жалуюсь. Я люблю молодежь. И она меня тоже. А знаешь, за что? Потому что я продвинутый. А Ваня твой, конечно, дикарь. Дикарь парень. Но знаешь, я тоже не из Лондона. Ну, ты-то другое дело, Наташа. Мы-то тебя ассимилировали. Значит, ты такая красивая, кстати. Это что, ты в честь дорогого гостя вырядилась? Лень, ну, может, хватит уже? У меня экзамен был по бизнес-английскому. Ну, ты что, сдала, что ли? Да. Да, ладно. Ну, отлично. Ну, просто повод за поводом. Так что теперь больше шансов на работу устроиться. Ой, тут не знаю. Не знаю, Наташа. Очень сложная ситуация на рынке. Если бы ты была длинноногая, молодая... Нет, ну, с первым пунктом у тебя все в порядке, да. А вот с второй подкачал. С боссей быть тебе так годочков нацать. А то нет, ну, никакого пространства для маневра. Дядя Леоня! Привет! Ну, садись, садись. Спасибо вам огромное, что комнату для меня освободили. И за книжки. Вы самый лучший дядя на свете. Рассказывай, как продвигается твое обучение. Интернет медленно обалдеть. Ты знаешь, вот, когда я по спине уготовился, я о таком даже мечтать не мог. Да, сейчас, видишь, любая информация на институтском сайте выкладывается. Чуть-то не ссылка на реферат. А в наше время, да. А конкурс какой был? Будь здоров. Ну, конкурс и сейчас немаленький. Заячка, я прошу тебя не сравнивай. И ты знаешь, каждая информация была на из золота. Гонялись, как ужаленная. Офигеть, как круто, пап. А тебе, между прочим, не мешало бы взять пример со старшей сестры. Да. Посмотри, у нее цель есть в жизни. А я полный бесперспективняк. Поэтому пойду готовиться делать уроки. Помоги Марине вещи разложить. Да вы что, вы что, я сама все разложу. Спасибо вам большое. Мамаша-то даже спасибо не сказала. Да не дави ты на нее. Когда я давил на нее. Сидел спокойно, разговаривал. Вот с ней. О своем становлении. Прости, что я напоминаю, но о своем становлении ты нам рассказывал раз тридцать. Ой, а мне пора. Куда? Ну как, куда дежурься-то? Какое дежурься? У меня внеплановое. Я тебе не говорил? Нет. Ну вот видишь, спасибо тебе большое, было очень вкусно, все замечательно. А я сейчас в лыжь приодеваться и врачевать тела. Но мы же не договорили, Лен. Потом договорим. Давай. Ну ты мне скажи, видно по Ивану, что он не в своей тарелке? Да. Да. Так он впервые к вам за три года-то приехал. Ну да, все. Привет и через Марину передавал. На занятость ссылался. Так. Ну? Ну а что, огонек-то есть в глазах? Не знаю я, ничего в огоньках не понимаю, Ира. Что значит не понимаю? Ему найти нужно кого-нибудь себе. Хороших мужиков ты сама знаешь. Днем с огнем не сыщешь. А вот баб молодых, господи, да их пруд пруди. Двадцать пять, двадцать шесть. Тридцать. У нас на работе. Ну, прости меня. Ну, прости меня. Ну, за что простить-то, а? Ну, хватит. Ну, это все-таки твоя сестра была. Тось, есть. Наташа, слушай, прости меня, ради бога. Ну, мне мама всегда говорила. Ну, ты же знаешь. Ирка, не трепи языку. Не могу. Он трепет и трепет. Ничего при себе оставить. Мама, я все выболтую. Говори. Так, ну, хорошо. Тем более, что Леня ему сегодня то же самое сказал. Но по поводу того, что ему, женщину надо найти. Да? А как сказал? Что, прямо в глаза сказал? Ты мне скажи, Леня по всей дежурции отдыхает? Да какой там отдыхает? Мы снова неплановое поставили. С одной сменой на другую. Спасибо. Ну, это ерунду, ты говоришь, конечно. Потому что так не бывает. Ир, ну, у вас лаборантов, может, и не бывает. А на Лене начальство ездит. Ну, что значит, у нас не бывает? Да не бывает так, чтобы одно дежурство ставили в следующем закупке. Другим дежурством. Ну, что ты придумал? Хватит. Просто не знаешь. Да ради бога. Ну, Ленечка, ну, ты хотя бы предупредил бы. Ну, я-ка-то думаю, может, ты мне здесь всегда рада. Видишь, как оказывается, сюрприз, сюрприз. А я рада. Да. Но сегодня вдруг образовались планы на вечер. Тем более, что ты сказал, что тебе непременно нужно побыть в семейном кругу. Ну, да, я хотел, но, Мишка, получилось, меня вызвали на срочное внеплановое ночное дежурство. Ты направление вылавливаешь? Ленечка, ну, ты предупредил бы хотя бы за полчасика, ну, хотя бы звоночечком, ну, СМС-очкой, ну, хотя бы намеком каким-нибудь. Я бы все переграла. А сейчас уже никак. Ах, вот оно что. Ты поэтому такая красивая, да? Я всегда красивая. Понимаешь, беда у подруги. Ее сегодня уволили с работы. Ее бросил любимый человек. И она просто в шоке. Это кошмар. Ну, спасибо тебе большое. Наконец-то ты меня просветила и понял, что такое кошмар. Спасибо. Ленечка, давай без иронии, ладно? У человека проблема, она себе вены вскрывает, а ему смешно. А может быть, ты ее быстренько там заштупаешь и назад? К сожалению, не могу. Кстати, возможно, останусь у нее ночевать. На всякий случай. Да? Что-то мне мучительно напоминает твоя подруга. Интересно, что? Ну, например, мое ночное внеплановое дежурство. Ну, Лень, людям нужно доверять. Да. Ну, конечно, не все ж такие очаровательные обманщики, как ты. Я, знаешь, еще очень настойчивый обманщик. Да? Да. Тогда я тебя боюсь. А пусть твоя подруга привезет, да? Два медика на 40 квадрат. Откачаем быстро. Ну, неудобно, Лень. Ну, я очень хочу с тобой побыть. Ты же мой самый-самый-самый любимый, красивый, но не могу. Помада не целуй. Пойдем, проводишь меня. Пойдем. Дудуйся, пойдем, проводишь. Я вас слушаю. Здравствуйте, Наталья Артемьева? Да. Это отдел специализированных экспертиз. Да, прекрасно. Вам было бы интересно поработать у нас? Очень интересно. Тогда приходите на собеседование. Через час устроят? Спасибо за приглашение. Обязательно буду. До встречи. Ждем вас. Всего доброго. Доброе утро, Ленечка. Женя, привет. Ты спишь на рабочем месте. А как же твоя любовь к чистым рубашкам с утра? Это долгая история. Я тебе не признавался. Но сегодня, видимо, придется. Ты про соляк Бидона читал? Ну. Он по ночам в комарик обращался. Что-то ворточку. Давай кружку сосать. Предпочитал? Красивых девиц. Да. А ну-то разного бодрый сияешь. И весь из себя царевич. У меня аналогичный случай. Что, проблемы с Натальей? Ушел в ночь? Спал на рабочем месте? Ты знаешь, ничто так не освежает, как перемена обстоятельства. Кстати, а что ты у меня в кабинете делаешь? Да, карта одна нужна. Тут одна твоя любимая пациентка утверждает, что я ошибся в диагнозе. Ну, и не хочет к тебе под нож ложиться. Понятное дело. А она 27 года рождения. И без своего друга Альцгеймера к доктору не ходит. Карточка на столе. Хорош. Бодро свеж. И весь из себя царевич. Ты завидуешь? Женя, зависть. Это женский аксессуар. Мужчина должен быть влякодушен. Слушай, это, конечно, не мое дело, но мне кажется, у тебя с Алиной Ну, как-то затянулось. А ты что, хронометрируешь? Да нет, нет. Конечно, нет. Ну, у нас же тут деревня, все все знают. Ну, скажи, ну, зачем тебе эти проблемы? Евгений Павлович, ты карту нашел? Забирай и уходи. Слушай, ну, неужели я девчонку так зацепил? Может, это взрослое? Я вот тоже собачек полюбил. Нарываешься, что ли? Нет, ну, она милая девочка, но... Ну, ты же не собираешься разводиться с Натальей? Мало того, что ты завистлив, ты еще такой зануда. У меня никаких проблем нет. Я лучший семьянин. Наш пострел везде поспел. Смотри, Фигаро, вязнешь по уши. К тому же Наталья не из тех, кто прощает. Послушай, если мне понадобится твой совет, я вызову тебя. Через секретаря. А сейчас до свидания. Кстати, у тебя на затылке волосы ренеют. Ты знаешь об этом? Бедненький, он, бедненький. Да. На диванчике ночевал, один в клинике. На таком узеньком-узеньком. Ну, ничего страшного. Ты знаешь, что быстро становится двуспальным. Ты же знаешь, иди сюда ко мне, ну, иди сюда ко мне. Ну, я сама не рада, что вчера поехала к этой брошеньке. Да. Знаешь, чужие страдания не так утомляют. Я сама не выспалась, наверное, такая страшная. Да некрасивая. Очень красиво, очень красиво. Иди сюда ко мне. Ну, не томи ты хирурга. Мне дрожь в руках. Почему? Анечка, ну, я не могу в рабочей обстановке. Врешь ты, врешь ты. Все ты можешь, все ты можешь. Знаешь, рабочая обстановка быстро становится романтической. У меня свечка. И скажешь, зажгу, хочешь? Вечером. У меня домик. Нет, вечером не получится. Понимаешь, два дня подряд жена может заподозрить. А вот через пару дней... Ага. Ага или не ага? Через пару дней не ага. А что такое, что случилось? М? Я не могу так больше. Подожди, подожди, я не понял, что такое. Я объясню тебе, Ленечка. Давай. Видишь ли, я как-то случайно вот между нашими упражнениями влюбилась. Угу. Тебе, конечно, так удобно. У тебя жена, дочка, любовница. А мне как быть? Ту семью ты, конечно, не бросишь. Ты же порядочная. А я детей хочу. Семью. Ты где была сегодня? Гуляла. Танцевала. Босиком пьяная с другим мужчиной. Пила вино. Не понравилось. Больше не увижусь. Ты со мной так не разговаривай, не надо. Ты вспомни хорошенько. Недавно уже было совершенно все по-другому. Не будет больше. Я решила. Погоди. Погоди. Может, ты с ума сошла? Может, ты устала? Может, тебя похмелье? Ну, хорошо. Давай отдохнем. Отдохнем. А потом поговорим. Да не могу я так больше, Лень. Я, конечно, сама во всем виновата. Я же знала все. И про Верочку из кардиологии. Про эту длинную. Из регистратуры. Ну, ничего. Мы успокоимся. Ты успокоишься. Я успокоюсь. Ты просто не привык к отказам. Но придется. Прощай. О, Боже! Ты моя красная шапочка. А, привет! А шампуауская. А что, по какому поводу? Отослала резюме. Думала, что сто лет буду ждать ответа. А тут? Тебя приняли на работу. Ну, я тебя поздравляю! Спасибо! Осталось только познакомиться с начальством. Ну, познакомишься. Вот и решила с Леней отметить начало новой жизни. А я? Заходи. А я не могу. А потому что я на работу. Ну, между прочим, Леня не будет рад. Потому что ты его за год избаловала. Не знаю. Мне кажется, что будет доволен. Ты же знаешь, как он меня всегда поддерживает. Черт. Все розовинчики сожрали. Лень, ты дома? А что случилось? Проблема на работе? С работой пришел голодный. Почему сразу проблема? А где-то ты полдня пропадала? Завтра в собеседовании. Но сказали, что это чистая формальность. Я так рада, что шампанское купила. Давай выкинь. А я не хочу пить. Я хочу есть и спать. Я очень устал, понимаешь? А потом, какая работа? Я же тебе сказал, что я не хочу, чтобы ты работала. Как-то не похоже, что это ты... из-за работы так обрадовалась. Нормальная баба. Какая будет радоваться, что ее на работу взяли? Я что, плохо вас обеспечиваю? Скажи мне. Лень, ты что, меня не слышишь? А ты знаешь, я давно заметил, что ты как-то стал одеваться по-другому. Эти костюмчики твои, макияж перед выходом. Это что, курсы твои? Это все прикрытие? Тебе дома делать нечего? У тебя дочь, между прочим, в институт поступать должна. Муж шкалывает, как проклятый. Дома не сидится. Шампанское приволокло. Обрадовалась. Ты смотри-ка. При чем здесь шампанское? А при том, что баба приходит домой шампанским, когда чувствует себя виноватой. Виноватой в чем? А в том, что слишком хорошо провела время с другими мужиками. Ты хотя бы еду приготовила, чтобы я ничего не заподозрил. Леня, я не хочу продолжать этот разговор. Тебе будет очень стыдно за это. А ты знаешь, мне будет очень стыдно. Да мне будет прикольно чувствовать себя вот с этими рогами на лбу. Нет. А ты выпьешь шампанское, пригласи кого-нибудь здесь. Сторожа, дворника, еще кого-нибудь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова